Мы уделим довольно много времени изучению вопроса о звере, выходящем из земли, и похожего на Агнца. После этого мы рассмотрим тему образа зверя, первого зверя. Это займет довольно много времени. Хочу отметить, что мы вставим дополнительные страницы в ваши конспекты. В презентации я буду упоминать страницы, которые соответствуют порядку конспекта. Другими словами, это дополнительные страницы, но я о них буду говорить как о части конспекта. Потому что если я скажу, что вот у вас есть дополнительные страницы, люди, которые будут смотреть эти презентации, могут сбиться с толку. Поэтому эти страницы будут соответственно пронумерованы в ваших конспектах, когда мы дойдем до этого момента. Поэтому необходимо это уточнить. У нас много материала для изучения. Я надеюсь, это будут впечатляющие темы. Потому как мы живем в удивительное время. Я верю, мы живем в последнем отрезке времени. И это очень важное пророчество, которое нужно понять в последнее время. Прежде чем мы начнем наше первое исследование со страницы номер пять, давайте попросим Божьего благословения в изучении. Помолимся. Отец Небесный, мы предстали сегодня перед Твоим троном с радостью в наших сердцах, потому что мы не верим распространенным басням. У нас есть четкая картина того, какие события будут происходить в конце времен, и что история этого мира завершится славным пришествием Иисуса Христа. Мы просим, благослови нас в изучении этого чудного пророчества из Твоего слова. Прошу, чтобы это было не только интеллектуальное исследование, но говори к нашим умам и сердцам, и сделай нас более посвященными христианами, более посвященными адвентистами седьмого дня. Спасибо Господь, что слышишь нашу молитву. Мы просим все во имя Иисуса. Аминь. Первое пророчество, которое мы рассмотрим, это вторая глава книги пророка Даниила. Мы не будем изучать всю главу, потому что именно об этой главе всегда проповедуют на евангельских программах. Я имею в виду, что мы знаем это пророчество лучше, чем какое-либо другое пророчество из Писания, но хотелось бы обратить особое внимание на ноги истукана, потому что это будет задавать тон всему, что мы будем изучать. Ноги этого истукана – это ключ к пониманию остальных тем. И мы снова и снова будем возвращаться к этому. Давайте начнем с книги пророка Даниила, вторая глава стихи 41-42. Я буду следовать конспекту не всегда точно, иногда буду добавлять кое-какие мысли, но в целом я буду следовать порядку конспекта. Все знают, что вторая глава книги пророка Даниила описывает большого истукана, сделанного из различных металлов, голова из золота, руки и грудь из серебра, чрева из меди, голени из железа, и стопы из глины и железа. Как, согласно этому описанию, исследовала история со дней Вавилона до конца времен. Мы должны с вами обратить особое внимание на ноги этого истукана. После Вавилона, Медоперсии, Греции и Римской империи следуют стопы. Давайте прочтем два ключевых стиха. Даниила 2 глава и стихи 41-42. Даниила 2, 41-42. И что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа. Так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. Итак, персты ног были частью из железа, а частью из глины. Так и царство будет частью крепкое и частью хрупкое. В ногах смесь глины и железа. Хочу сделать несколько примечаний. Первое, стоит заметить, что в этом истукане ценность металлов снижается, опускаясь к низу истукана. Это свидетельствует, что история ухудшается. История не ведет к золотому веку, к новому мировому порядку. История только ухудшается. В ногах нет чистого железа, там смесь глины и железа. Иными словами, история идет к упадку. Обстановка не улучшается, а скорее наоборот, и завершается она хаосом. Но хорошая вещь заключается в том, что Иисус установит царство, которое не будет разрушено. Еще один момент, на котором я хочу поставить ударение, это то, что каждый металл в истукании 2 главы книги пророка Даниила представляет политические силы или государства. Золото символизирует Вавилон, серебро – Медоперсию, медь – Грецию и железо символизирует Рим. Каждый металл представляет страну либо политическую силу. Но в ногах есть кое-что необычное – глина с вкрапливанием железа. Это кое-что полностью отличающееся от всего истукана. От головы к ногам сплошные металлы. И внезапно в ногах появляется странный элемент. Глина – это не металл, это кое-что отличающееся, что-то, что не вписывается в общую картину. Здесь много важных моментов. И железо, которое в ногах встречалось раньше в голенях, это очень важный момент. Железо, которое в ногах встречалось раньше в голенях, а что символизирует железо в голенях? Железо в голенях символизирует Рим. Железо символизирует Рим. Позвольте спросить вас, поскольку железо символизирует Рим, продолжает ли Рим властвовать в то время, которое обозначено в этом пророчестве стопами истукана? Разумеется, Рим продолжает свое существование в ногах, однако это уже другой Рим. Это уже железо смешанное с чем? С глиной. Рим продолжает свое существование, но это уже другой вид Рима, если позволите так сказать. Это должно означать, что гражданская власть Рима продолжает еще присутствовать в ногах истукана, но уже с вкрапливанием новых элементов. Это соединение двух элементов. Один из них – это металл, и он означает государство, а другой совсем отличается и не вписывается в общую картину. Глина, которая упоминается во второй главе книги пророка Даниила, это не просто глина. Это горшечная глина. Интересно, что в Сиптуагинте, это греческий перевод Ветхого Завета. Для обозначения слова «глина» используется слово «астакенон». От него происходит слово «астрака». Археологи знают, что такое астрака. Это разбитые горшки. То есть это слово обозначает именно глину, которую используют для создания сосудов. Очень важно понять, что это не просто какая-то глина, а именно горшечная глина. Соединение железа и глины неестественное. Это аномальное соединение. В природе глина не соединяется с железом. Глина и железо несовместимы. Это два кардинально разных элемента. Второй важный момент таков. В Даниила 2 главе представлено Божье видение истории. Это не человеческое видение, это Божий взгляд на ход истории. Позвольте спросить вас, есть ли единство в ногах? Да. С чьей точки зрения? С человеческой точки зрения там существует единство. Но с Божьей точки зрения, есть ли единство в ногах этого истукана? Нет. Очень важный момент в изучении этого пророчества, это то, что во второй главе Даниила показано Божье видение истории. С Божьей точки зрения, глина и железо не могут соединиться. С человеческой точки зрения они соединены. Потому что железо и глина смешаны, но в Божьих глазах это незаконное объединение. Вы следите за моими мыслями? Это очень важный момент в изучении данной темы. Церковь и государство имеют свои законные места. Не так ли это? Железо имеет законное место? Да, мы знаем, что это так. А глина? Она имеет законное место? Абсолютно. Они оба имеют законное право на существование. Однако они не должны быть соединены. Но они должны быть какими? Разъединенными. Разъединенными, но не объединенными. Еще один важный момент. В Откровении 17 главе это соединение глины и железа показано при помощи других символов. В Откровении 17 главе изображена блудница. Что символизирует женщина в пророчествах? Женщина символизирует церковь. А если это блудница, то какую церковь она представляет? Она символизирует прелюбодеянную церковь. Что сделало эту женщину блудницей? Каким образом церковь становится блудницей? В 17 главе книги Откровения говорится, что с ней блудодействовали цари земные. Присутствует ли незаконный союз в Откровении 17? Да. Что это за незаконный союз в Откровении 17 главе? Церковь блудница. Потому как с кем она блудодействовала? С царями земными. Мы находим, что это то же самое, что соединение железа и глины. Одно и то же сказано двумя разными способами. Вы следите за ходом моих мыслей? Иными словами, блудница стала таковой, потому что она вступила в незаконную связь с царями земными. Позвольте спросить вас. Когда мужчина женится на женщине, которая не была замужем? Это законный союз? Бог признает такой союз? Однозначно. Позвольте спросить вас следующее. Я в качестве примера использую женщину, потому что это библейский символ. Если женщина имеет связь с тем, кто не является ее мужем, это союз? Это связь? Да, конечно. Это сексуальная связь. Но какова она в глазах Божьих? Это незаконный союз. Понимаете, о чем я? Люди могут иметь связь, и в их глазах это нормально. Но в глазах Бога такая связь незаконна. Понимаете? Это очень важно, потому что некоторые люди, даже в адвентистской церкви, неверно понимают то, о чем говорит 2 глава Даниила. Там присутствует соединение глины и железа. Но не в Божьих глазах, а в человеческих. Потому что люди объединили два элемента, которые Бог никогда не хотел совмещать. Еще важный момент. Во второй главе книги Даниила не рассказана вся история. Вторая глава Даниила, это как скелет пророчества. Насколько важен скелет? Все на нем строится. Если, конечно же, это не медуза. Скелет очень важен. Потому что все построено на нем. Во второй главе книги Даниила не рассказана вся история. Особенно о ногах. Если читать вторую главу книги пророка Даниила, вы придете к выводу, что железо и глина смешаны до второго пришествия Иисуса Христа. Потому что после ног уже ничего больше нет. Вам это понятно? Если прочитать только вторую главу книги Даниила, то можно заметить, что эти два элемента смешаны до второго пришествия Иисуса. Но изучая другие пророчества, кроме второй главы Даниила, параллельные пророчества, которые добавляют информацию к пророчеству второй главы Даниила, вы увидите, к примеру, в седьмой главе Даниила, где мы изучаем о Малом Роге больше информации об этом смешании глины и железа. Вы увидите, что глина и железо смешаны на протяжении 1260 лет. Но даже седьмая глава не дает полную картину. Когда вы обратитесь к Откровению 13 главе, то найдете, что зверь правил 1260 лет, и тогда ему была нанесена смертельная рана. Это период, когда церковь и государство отделились друг от друга, но потом рана была излечена, и железо с глиной снова смешались. Во второй главе Даниила не говорится о промежутке времени между первым периодом папства и вторым периодом. Здесь показана глобальная картина об объединении церкви и государства, перед пришествием Иисуса. Но здесь не говорится, что в этот период церковь и государства будут разделены. Вы следите за моими мыслями? Это часто встречается в библейских пророчествах. К примеру, в седьмой главе Даниила сказано о Барсе, который имел четыре головы, верно? Там не сказано, что у Барса выросли головы. Там сказано, что у него просто были четыре головы. В седьмой главе Даниила дана общая история этого зверя. Но перейдя к восьмой главе, в нем уже другими символами описан козел, имеющий большой рог, и он сломился, и на его месте вышли четыре рога. Если читать только седьмую главу Даниила, то у Барса было четыре головы. Иначе говоря, Барс разделился на четыре части с самого начала. Но нужно обратиться к дополнительным пророчествам. Понимаете, о чем я? Нужно обратиться к дополнительным пророчествам, чтобы все сложилось в единую и полную картину того, что Бог пытается сказать вам и чему пытается научить. Итак, этот символ ноги стукана указывает нам на то время, когда церковь и государство будут объединены ко второму пришествию Иисуса Христа. Это дает вам общую картину, но не детализирует ее. Очень важная мысль. Пророчества связаны друг с другом. Если вы хотите понять вторую главу Даниила, вам нужно обратиться к двенадцатой главе Откровения, к шестнадцатой главе Откровения, к семнадцатой главе Откровения, к одиннадцатой главе Даниила. И когда вы сопоставите все пророчества, то вы сможете сказать, а вот теперь у нас есть цельная картина. Вторая глава Даниила – это очертание или контур. Что такое очертание? Разве контур может дать полное представление о всей картине? Нет. Оно показывает только ключевые моменты. И потом, в тексте вы находите все. К примеру, у нас есть лист с кратким описанием контекста. В нем сказано, куда мы направляемся, но перейдя к контексту, только там открывается цельная и общая картина. Мы должны понять еще один момент. Во второй главе Даниила говорится, что соединение глины и железа будет отчасти сильным и отчасти хрупким. Вопрос таков, что значит быть слабым и что означает быть сильным? Железо сильное, а глина слабая или наоборот? Нам не нужно отгадывать. Давайте сперва перейдем к словам Эллен Уайт. Если вы следите, они есть в вашем конспекте. Эллен Уайт говорит о том, что такое быть сильным. Нагорная проповедь Христа, страница 126. Она говорит о папстве. Утратив силу божественной любви, она, то есть церковь, воспользовалась услугами чего? Это очень сильное утверждение. Услугами государственной власти. Какая часть этого союза сильна? Это государство. Читаю еще раз. Утратив силу божественной любви, она воспользовалась услугами государственной власти, для того, чтобы добиться признания своих догм и исполнения своих указов. В этом секрет всех религиозных законов, когда-либо изданных. И здесь же скрыта причина всех гонений за веру, со времен Авеля и до наших дней. Так в чем же секрет всех гонений за веру в истории мира? Объединение церкви и государства. Вот почему мы сперва изучаем именно это. Смешение глины и железа. Мы не должны полностью зависеть от слов Эллен Уайт, хотя мы благодарны ей. И ее слова соответствуют Писанию. Все, что она говорит, просто удивительно. Но Библия сама говорит нам, что железо сильнее. Заметьте, в 7 главе книги Даниила 7 стих. «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный». И что дальше он говорит? Весьма сильный. Итак, какая мощная сила присутствует в ногах? Это государственная сила Рима. Это сильная государственная часть, которая побеждает. У него были большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличался от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Интересно, что Эллен Уайт в книге «Великая борьба» на странице 581 говорит о той части ног, которая описывает папство. Интересно, что она называет это римским элементом. А вы знаете, что это? Это государство. Церковь способна использовать государственную власть. Посмотрите, что Уайт говорит в книге «Великая борьба» страница 581. Мы вскоре увидим и поймем, в чем состоят намерения и цели римокатолической иерархии. Здесь она говорит о папстве. «Верующего же в Слово Божье и повинующегося Ему ожидают жестокие поношения и гонения». Римско-католическая иерархия – это когда церковь объединяется с государством, с государственной силой, чтобы добиться признания своих догм и исполнения своих указов. Итак, во второй главе Даниила все изображено в символах, верно? Является ли золото символом? Серебро, медь, железо – это также символы? А камень, ударивший из стукана – это символ? А большая гора, от которой отвалился камень – это также символ? Значит, глина должна что-то символизировать. Мы говорим, что во второй главе Даниила все символично, но глина, ее мы как будто не замечаем, потому что не знаем, что она обозначает с точки зрения того, что писала Эллен Уайт, и с точки зрения Священного Писания. Ступни ног символизируют что-то гораздо большее, чем только Римскую империю, разделенную на десять отдельных государств, которые символизируют десять пальцев. Десять пальцев символизируют то, что Римская империя разделена на десять царств. Вот тогда и была добавлена глина. Железо было уже раньше перед глиной? Итак, в ступнях ног глина должна быть добавлена к железу, верно? Вы поняли, о чем я хочу сказать? Давайте отметим очень важную цитату Эллен Уайт о соединении железа и глины. Эта цитата находится в библейских комментариях, том 4, страница 1168. Уайт говорит, «Мы подошли к периоду, когда Божья работа, представленная в ногах истукана, где железо смешанное с глиной. Бог имеет избранных людей, чья проницательность должна быть посвященной, которые не должны осквернять свою святость, положив в основу дерево, сено и солому. Каждая верная Божьим заповедям душа увидит, что отличительной чертой нашей веры будет седьмой день суббота». Если правительство будет святить субботу, как заповедал Бог, она говорит, если правительство будет святить субботу, – и это не значит, что правительство должно издать законы, почитающие субботу. Она говорит, что правительство должно разрешить людям соблюдать субботу. Еще раз считаю, что она говорит, если правительство будет святить субботу, как заповедал Бог, то оно укрепится силой Божьей и будет защищать веру, преданную однажды святым. Но государственные деятели, о ком здесь говорится, это политики, верно? Но государственные деятели будут соблюдать прежнюю субботу, смешав, это интересно, смешав, помните вторую главу книги Даниила, смешав религиозную веру со служением этому дитяте папства, возвышая его над субботой, которую Бог осветил, и благословил, и отделил, чтобы люди светили ее, как знак между ним и его народом, на протяжении тысяч поколений. Слушайте дальше внимательно. Железо и глина представляют смешение церкви и государства. Это ясно? Если это понятно, давайте продолжим читать. Этот союз… какой союз? Да, но во второй главе Даниила сказано, что они не объединятся. С чьей точки зрения идет все описание во второй главе Даниила? С Божьей точки зрения. А с человеческой точки зрения это союз? В 17 главе Откровения говорится, что десять царей, которые представляют десять земных царств, будут иметь одни мысли. Вещества, из которых состоят стопы ног, описанные у Даниила, все-таки объединятся. Десять пальцев объединятся. Они будут единомышленниками. Но Бог не принимает этот союз. В продолжении говорится, что железо и глина представляют смешение церкви и государства. Этот союз ослабит силу церкви. Когда церковь получит гражданскую власть, это приведет к отрицательным последствиям. Люди, которых Бог наделил своей властью, вложат свои силы во что? В политику и объединятся с папством. Здесь говорится о государственных деятелях. Но наступит время, когда Бог накажет тех, кто пренебрег его законам. И возмездие вернется к ним за то зло, которое они сделали. Итак, достаточно ли ясно Эллен Уайт говорит о смешении железа и глины? Безусловно. Она представляет объединение церкви и государства. Вы можете спросить, пастор Бор, а Библия тоже этому учит? Да, мы должны позволить Писанию разъяснить само себя. В адвентистской церкви, особенно для некоторых теологов, стало очень распространено создавать новые интерпретации Библии. Они говорят, все, что нам необходимо сделать, нам не нужно брать один стих отсюда и один оттуда, и еще один для того, чтобы объяснять определенный стих. Нужно брать каждый стих отдельно и изучать его. Кстати говоря, это историко-критический метод исследования Писания. Но адвентистский метод и протестантский метод таков – разрешить Писанию самому себя разъяснять. Иными словами, вы позволяете разным текстам объяснять, что же символизирует глина. Вы позволяете, чтобы разные места из Библии объясняли, что же представляет собой глина. Вы не останавливаетесь на тексте о глине из 2-й главы Даниила. Поступив так, вы никогда не поймете, что символизирует глина. Кто был самым главным составителем Писания? Святой Дух. Как вы думаете, Святой Дух поместил в Библию все необходимое, чтобы мы могли понимать ее? Разумеется. Мы не нуждаемся в теологах, которые бы нам разъясняли, о чем говорится в Библии. Конечно же, неплохо быть теологом. Но я говорю о том, что Библия сама себя объясняет. Она сама себя растолковывает, сравнивая один текст с другими текстами. Конечно, когда мы связываем эти тексты, они должны относиться к одной и той же теме. Я имею в виду, что мы не можем соединить тексты, которые вообще не связаны. Давайте посмотрим, что Библия говорит о глине. Мы знаем, что символизирует железо. Оно представляет политическую власть и силу Рима, то есть государство. Давайте посмотрим, что говорит Писание, чтобы убедиться, как оно совпадает с тем, что говорит Эллен Уайт о глине, символизирующей церковь. Начнем с того, что посмотрим стих в книге пророка Иеремии, глава 18, стихи с 1 по 6. Иеремия 18, 1-6. Здесь сказано, слово, которое было к Иеремии от Господа, встань и сойди в дом горшечника. А где раньше упоминается о горшечной глине? В Даниила 2-я глава, верно? Сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, вот еще одно ключевое слово из 2-й главы Даниила. Сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Здесь у нас есть горшечник, который берет глину и формирует из нее сосуд. Что случилось с этим сосудом? Он развалился в руке горшечника. Это нужно понимать в историческом контексте. Иеремия писал это прямо перед Вавилонским пленением. Развалившийся сосуд символизирует пленение Израиля. Они были разбиты и отправлены в плен. Переделывание сосуда символизирует освобождение Израиля из плена и его обновление. Вы следите за моими мыслями? Это в историческом контексте. Итак, глиняный сосуд символизирует Израиль. Вы скажете, откуда ты знаешь? Потому что так говорится в тексте. Давайте перейдем к концу этой главы. И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? Так кого символизирует горшечная глина? Она символизирует Израиль. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Так кого символизирует глиняный горшок? Израиль. Был ли Израиль Божьей церковью во времена Ветхого завета? Если хотите, запишите это. Деяния 7 глава стих 38. Этот текст говорит о собрании в пустыне, как о Божьей экклесия. Греческое слово «экклесия», вы знаете, какое слово происходит от этого слова? На испанском это «экклесия», «церковь». Это значит «церковь в пустыне». Кроме того, Исаия постоянно возвращается к тому, как Бог формировал Израиль. Еврейское слово «яцар», которое значит «лепить», «создавать» Израиль. К примеру, Исаия 43 стих 1 и стих 21. Бог говорит «Я сотворил тебя, Яков». Бог сотворил Своих людей, как горшечник формирует сосуды из глины. Я добавлю еще кое-что, если вы хотите, запишите в свои конспекты. Римлянам 9 глава 20 и 21 стихи. Римлянам 9, 20 и 21. Если вы прочтете эти стихи, то узнаете, что апостол Павел говорит, что тело человека хрупкое, потому что сделано из глины. Помните это? Тело человека хрупкое, потому что оно сделано из глины. Мы увидим и уже могли увидеть в трудах Эллен Уайт и в Писании – что тело из глины, как это описывает апостол Павел, оно является хрупким. Из-за того, что оно хрупкое, кажется, его нужно объединить с чем-то сильным. Церковь – это тело Христа. Верно? Если церковь – это тело Христа, то какой она является в мире. Она слабая. И что церковь делает, оказавшись слабой? Она стремится к тому, чтобы объединиться с каким-то сильным элементом. А что им является? Государство. Именно так и есть. Многие так полагают, что церкви необходимо объединиться с государством, чтобы церковь выжила в этом жестоком мире. Но церковь недопонимает, что она должна быть объединена с Христом, и объединившись с Ним, она станет сильной, но не с государственной властью. Я хочу, чтобы вы запомнили важный момент из посланий к римлянам 9 глава 20 и 21 стихи. Тело человека слабо. И мы видим причину, по которой во второй главе Даниила глина и железо соединены людьми. Все потому, что они считают, что церковь слаба и нуждается в помощи государства, чтобы выжить и существовать. Давайте обратимся к книге Бытие, глава 2 стих 7. Бытие, глава 2 стих 7. Здесь говорится о сотворении Адама. Когда Бог создал физическое тело человека, из чего Он сотворил его? Из глины. Вы скажете, подожди, давай прочтем Бытие 2 главу, стих 7. Что здесь написано? Бог создал это ключевое слово. Помните в Иеремии? И создал Бог кого? Человека. Какого человека? Его тело. И создал Бог человека из праха земного. Здесь не сказано, что из глины, а из праха земного. В Иеремии или Исаии 64-8, который у вас указан ниже, говорится, но ныне Ты, Господь, Отец наш. Мы глина, а Ты образователь наш. Никто не может ничего сделать из праха. Но это был влажный прах. Это была глина, согласно Исаии 64-8. Из чего создано тело человека? Из глины. И Бог создал человека из праха земного. Когда Он сотворил тело человека, оно было безжизненно. Да? Чего не хватало телу, чтобы начать функционировать? Дыхание жизни, либо же духа жизни. И во второй части стиха, в Бытие 2-7, мы читаем, «И вдунул в лице Его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Когда Бог создал тело из глины, напомнил духом жизни, все части тела начали функционировать, глаза начали видеть, заработала ли наша пищеварительная система после того, как Он начал кушать. Конечно же, уши начали слышать, сердце начало биться, легкие начали дышать. Да, каждая часть тела начала выполнять свою функцию. Когда тело из глины соединилось с духом жизни, мы говорим буквально. Буквальное тело, буквальный дух, буквальные части тела буквально исполняют свои функции. Но буквально ли говорится во второй главе книги Даниила? Глина буквально? Нет. Нет. Позвольте спросить вас вот о чем. Говоря с духовной точки зрения, ведь мы имеем здесь дело с символами из второй главы Даниила. Говоря с духовной точки зрения, что такое тело Христа? Кто его сформировал? Кто создал тело Христа? О теле Христа Иисус сам говорит, я создам церковь мою. Церковь – это тело Христа? Да. Давайте прочтем это. Послание Колоссянам 1.18. Колоссянам 1.18. И он есть глава, тело церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. С духовной точки зрения, церковь – это тело Христа. И она создана Христом. Что произошло, когда Иисус создал свое тело, пока оно не получило дыхание жизни? Или скажу другими словами, когда тело Иисуса получило дыхание жизни, с духовной точки зрения? Когда Бог создал тело Адама и еще не вдунул в него дыхание, было ли тело совершенным? Оно имело все органы и системы? Да, оно было полноценным, но безжизненным. И когда оно стало живым? Когда Бог в него вдунул дыхание жизни, верно? В одни Пятидесятницы, в каких условиях находилась церковь? Они все были в согласии. Они были едины телом. Понимаете мою мысль? Но тело было безжизненным. Чего ему недоставало? Ему недоставало духа, который бы вошел в церковь, чтобы каждый орган тела мог исполнять свои функции? Когда это произошло? Когда они объединились? Иисус молился в 17 главе Евангелия от Иоанна, чтобы Его ученики были едиными. Стали ли они едиными в одни Пятидесятницы? Они были в согласии друг с другом. Но чего им недоставало? Дыхание жизни. Что сделал Бог в день Пятидесятницы? Он вдохнул в свое тело дыхание жизни. Каждый член церкви начал выполнять свои обязанности в тот момент? Заметьте, не я создал эту иллюстрацию. Это иллюстрация апостола Павла. Давайте сначала прочтем Деяния 2.1. Там сказано, «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, как тело, и все его органы соединенные Богом» Деяния 2 глава со 2 по 4 стихи. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого» Вы видите, в этот момент дыхание жизни вошло в церковь, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещать. Итак, начали ли они говорить, получив дар Духа Святого, который с этого момента приводил все в действие? Безусловно. Апостол Павел, кстати, был один из тех, кто детально изложил эту идею, которой я делюсь с вами, идею о том, что церковь – это духовное тело. И исполнившись Духа, каждый орган выполняет свою функцию. Отметьте, 1 Коринфянам 12 глава с 7 по 13 стихи. 1 Коринфянам 12 глава стихи с 7 по 13. Здесь апостол Павел говорит, «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». Вы видите параллель? В Итея 2-7 буквальная глина. Иисус создает буквальное тело. Буквально вдыхает дыхание в тело, и после этого тело начинает выполнять свои функции. Говоря с духовной точки зрения, церковь состоит, так сказать, из духовной глины. Все ее части находятся вместе, но только когда Дух входит в них, они начинают выполнять свои функции. Так что же символизирует глина? Глина символизирует церковь. Давайте перейдем к Иезекииля 37 глава 10 и 11 стихи. Вы когда-либо слышали о долине сухих костей, где кости мертвых разбросаны везде по всей этой долине? Но когда формируется тело, то все части тела находятся вместе. И что происходит, когда все части тела собраны вместе? Ветер дует на эти сухие кости и тело оживает. Что это символизирует? Нам не нужно угадывать. И Иезекииль 37, 10 и 11 стихи. Говорят нам об этом следующее. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух. И вошел в них дух. И они ожили. И стали на ноги свои весьма-весьма великое полчища. И я подошел к разъяснению, что же это значит. И сказал он мне, сын человеческий, кости сей, весь дом Израилев. Что же символизирует тело? Тело символизирует Израиль. А что такое Израиль? Это Божья церковь. Из чего состоит духовное тело? Из глины. Как и физическое тело, из чего оно состоит? Из глины. Здесь говорится кости сии, весь дом Израилев. Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня. Но Бог обещает освободить их из плена и собрать их, и Он снова даст им духа. Это то же, что сказано в Иеремии, сосуд разломался в руках горшечника, но потом Бог создает другой сосуд. Эллен Уайт понятно сказала, что глина в духовном понимании символизирует что? Божье тело или его церковь. Что же происходит, в этот период представлены ступнями ног из тукана? Что же происходит в последние дни человеческой истории? Произойдет объединение чего? Государственной власти, это Рим, и церкви. Почему церковь примет решение соединиться с государственной властью? Потому что она слаба. Многие говорят, что если мы этого не сделаем, церковь прекратит свое существование. Нам нужна помощь чего? Государство. Разве не то же самое происходит с божьими людьми на протяжении всей истории, когда они решили объединиться с сильными политическими лидерами, с язычниками, и все это для того, чтобы церковь смогла выжить? Такова история. Такой же сценарий будет и в наше время. Давайте перейдем к последнему моменту. Откровения 17 глава стихи 1 и 2 передают ту же идею, только при помощи других символов. В 17 главе книги Откровения нет глины и нет железа. Кстати, в 17 главе книги Откровения говорится о финальном объединении глины и железо. Какой сценарий разворачивается в 17 главе Откровения? Давайте прочтем стихи 1 и 2. И пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой церкови. Это женщина, блудница, сидящая на водах многих. Как она стала блудницей? Стих 2 объясняет это. С ней блудодействовали цари земные. Итак, как церковь стала блудницей? Соединившись с царями земными. Это то же самое, что соединение глины и железа? Однозначно. Это разные символы, но ими представлена одна и та же истина. Далее говорится, с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Италия, глава 18 добавляет еще кое-что к этому сценарию. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, и имеющего власть великую. Земля светилась от славы Его». Это громкий клич. Последний призыв к Божьим людям выйти из этой беспорядочной системы, из Вавилона. К сожалению, эта весть сейчас не провозглашается. Но Эллен Уайт говорит, когда это произойдет, то весь христианский мир будет потрясен. «Сотни и тысячи покинут Вавилон и присоединятся к народу Божьему, потому что увидят, что принадлежат к религиозной системе, которая пытается соединить церковь с политической системой этого мира, смешивает религию и политику, и воскликнул он сильно, громким голосом, говоря. Пал, Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов». Вау! Это сильное заявление, не так ли? «И пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице». В Писании птица символизирует сатану. Помните притчу о сеятеле, когда говорится, что зерна упали возле дороги, и птицы слетались и клевали их? Иисус объясняет, как птицы забрали зерна, так и сатана забирает посеянные в сердцах семена истины. Мне нравится, как Библия сама это объясняет. Речь не идет о буквальных птицах. У папства нет птичьей клетки, если говорить буквально. И в продолжении здесь сказано, «Ибо яростным вином блудодеяния Своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Повторим снова. Громкий клич призывает выйти людей из этой религиозной системы, которая объединяет церковь и государство. Церковь стала кем? Блудницей. Вы понимаете, чему нас учит истина, открытая в повествовании о ногах истукана во второй главе Даниила? В принципе, здесь помещена вся история мира, начиная от Вавилона, дней Даниила и до конца времен. В начале было золото, это Вавилон. Руки и грудь из серебра, Медаперсия. Черева из бронзы, Греция. Голени из железа, только одного элемента, это Римская империя. Далее идут 10 пальцев, это значит, что Римская империя разделена. Железо в стопах, это значит, что Рим продолжает существовать. Но это уже другой Рим. Это Рим, который присоединился к церкви, являющейся глиной, смешанной с железом, которые являются государством. Как я уже говорил ранее, во второй главе Даниила не указывается, что период стоп, когда произойдет это смешение глины и железа, и что после этого сразу же произойдет пришествие Иисуса. Если перейти к седьмой главе книги Даниила, то вы узнаете, что глина – это малый рог, и малый рог руководит 1260 лет, и все, что делает этот малый рог связано с религией, он все это время богохульствует, он преследует святых, все это время он считает, что может изменить Божий закон, занимается ли он религиозной деятельностью? Безусловно. Из седьмой главы Даниила мы узнаем, сколько времени существует глина и железо, но в конце седьмой главы Даниила история все еще не завершена. Вы скажете, хорошо, 1260 лет пройдет, и этот союз завершится. Нет. Вы должны перейти к Откровению 13 главе стихи с 1 по 10. В Откровении 13 глава с 1 по 10 стихи говорится, это власть зверя, то же самое, что и малый рог, правит 42 месяца. Это то же самое, что до времени и времен и полувремени. Это 1260 лет. Вы следите за мыслью? То, что говорится в Откровении 13, не сказано в Даниила 7 или Даниила 2. Это не очень подробно описано в 7 главе Даниила. Это так, потому что в 7 главе Даниила сказано, что когда придет Иисус, Он истребит малый рог, то есть малый рог будет уничтожен. Но об этом сказано в общем, не подробно. Но перейдя к 13 главе Откровения, то, что в общих чертах описано в Даниила 7 и Даниила 2, теперь детально описано. Когда придет Господь Иисус, тогда действительно будет произведен союз между церковью и государством. Потому что камень ударил куда? В стопы этого истукана. А они состоят из смеси глины и железа, а смешение глины и железа произойдет в конце существования планеты. Верно? Откровение 13 говорит нам, что после правления на протяжении 42 месяцев эта власть зверя получит что? Смертельную рану и будет пленена. Есть ли эта информация в 7 главе Даниила? Описываются ли эти детали у Даниила в 7 главе? Или же у Даниила во 2 главе? Нет. Так что же произойдет, если принять ко вниманию мысли многих теологов, которые изучают каждый текст отдельно? Да вы просто запутаетесь. Вам нужно позволить самому Писанию объяснить всю эту тему. В Откровении 13 главе говорится, что этот зверь после правления на протяжении 42 месяцев получает смертельную рану от меча. Мы изучали уже о мече и о смертельной ране. И этот зверь отправляется в плен. Это кое-что более, чем пленение французами Папы Пьес 6. В осуществлении этого пророчества речь идет не об одном Папе, а обо всей системе. Сказано, что зверь пойдет в плен, а не какой-то определенный Папа. Нет, на самом деле, конечно же, это важно, что Папа был пленен. Ведь это значит, что вся система находится в плену. Нам нужно понять, что это за плен, и что это за смертельная рана. Это намного глубже, чем просто принимать все в общих чертах. Итак, о чем же говорится в 13 главе Откровения? Там сказано, что после того, как зверь получил смертельную рану, длится некий период, когда церковь и государство будут разделены. Но в Откровении 13.3 сказано, что смертельная рана исцелена. Не означает ли это, что церковь и государство объединятся? Однозначно. Сказано, что смертельная рана будет исцелена, и весь мир служил и удивлялся этому зверю. Изучая вторую главу Даниила, седьмую главу Даниила и Откровение 13 главу с 1 по 10 стихи, вы получаете цельную картину. Кроме того, в Откровении 17 глава, картина полностью не окончена. Потому как в Откровении 17 главе, друзья, просто описано время, когда смертельная рана исцелена. Откровение 17 – это описание фразы о том, что эта смертельная рана исцелена, и весь мир удивился, следя за зверем. Потому что эта блудница сидит на водах многих. А воды – символизируют люди, и народы, и племена, и языки. Она снова сидит, как царица всего мира. И, конечно же, там есть описание последнего суда, который будет проведен над этой системой. А это то же самое, что камень, который ударил в стопы из тукана. И Иисус установит царство, которое никогда не будет разрушено. Книги Даниила и Откровения должны изучаться параллельно. Мы должны толковать символы в свете того, как они в общем применены в Писании. Мы не можем останавливаться только на одном тексте или отрывке, и считать, что мы получим полную картину. Мы должны позволить Писанию толковать себя. Сегодня было положено основание всему тому, что мы будем изучать на этих занятиях. Продолжение следует... Писанию толковьих бо Hier palatetalk... Продолжение следует... Админер...